питон это какой-то ужасный не до язык недоразработчиков он интерпретируемый еще из динамической типизации вот c++ другое дело слышали когда-нибудь что-нибудь подобное всем привет друзья с вами николай свиридов это значит что по-прежнему на моем канале где мы продолжаем обсуждает различные прикольные кулайтишные питания чьи вещи и тема сегодняшнего ролика была навеяна мне различными срачами и холиварами которые я частенько вижу в соцсетях и даже на моей странице в линкедине вот каким-нибудь постом про питон бывает да появится какой-нибудь бородатый разработчик с 20-летним стажем опыта работы начнет доказывать не что питон это плохой язык надо использовать тот язык на котором пишет он так вот я решил разобраться и ответить себе на вопрос какой же язык разработки является самым лучшим я приглашаю вас в это увлекательное путешествие вместе со мной в этом ролике и я вам скажу что для того чтобы ответить на этот вопрос нам даже не нужно будет учить эти языки разработки и получать опыт работы с ними достаточно будет на мой взгляд перенести все на нашу жизнь в отрыве от айтишки то есть какую-то ситуацию разобрать которая бы помогла бы нам подступиться к разгадке этой этой ужасной проблемы скажем так и я предлагаю вам подумать вот над какой задачей давайте с вами представим что нам поручили забивание гвоздя и не ограничивали в ресурсах то есть мы можем использовать вообще любой спектр инструментов да что угодно и какие вопросы возникали бы у меня в голове ну первый вопрос который бы я задал это вообще какой гвоздь это маленький сапожный гвоздик либо это какой-то здоровый гвоздь которым сколачивают доски между собой второй вопрос у меня был бы что собственно будем сколачивать или куда мы будем его забивать будем ли мы его забивать в сапог или мы будем действительно разбивать доски вместе следующий вопрос у меня был бы касательно сроков то есть когда ожидается выполнение работы к какому сроку и конечно же сколько гвоздей нужно будет забивать потому что если это один гвоздь за неделю это одно если это миллион гвоздей за неделю это совершенно другое и я думаю вы понимаете к чему я клоню это к тому что нам нужно будет подобрать определенные инструменты для того чтобы справиться с нашей задачей и если мы представим что мы находимся на складе с этими инструментами мы не ограничены в выборе молотков которые мы можем взять кроме того могут быть электромолотки которые забивают гвозди в автоматическом режиме давайте с вами представим что нам поручили забить гвоздь в доску будем ли мы брать электромолоток наверное вряд ли я не захочу брать его ставить на зарядку проверять как он работает заряжать туда один единственный гость ради того чтобы сделать вот так вот пук и отойти от него и потом складывать это все на место из пушки по воробьям брать молоток который предназначен для какой-то тонкой ювелирной работы я бы тоже не стал вспоминаю ситуацию когда я был маленький и у меня была одна из излюбленных игрушек в городке где жил мой дедушка и живет моя бабушка это взять гвоздь взять молоток и сидеть забивать этот молоток этим молотком гвоздь в порог и когда я брал маленький молоточек и большой гвоздь я сидел просто часами и тренировал свою точность попаданиях по шляпке этого гвоздя так вот не хотелось бы повторять свою собственную ошибку и я бы взял обычный классический молоток который хорошо лежит в руке который достаточно тяжелый чтобы забить тот гость который я взял но я бы не брал кувалду особенно если бы мне допустим поручили забивать гвоздь в сапог но представьте себе вы берете кувалду для того чтобы забить маленький гвоздик в не такой уж большой сапог и я думаю если пользоваться кувалдой то это будет последнее что увидит в своей жизни сапог это и гвоздь тоже зачем это делать поэтому я буду подбирать инструменты которые соответствуют моей задаче теперь давайте вернемся к айтишные тематики и посмотрим с вами на такую ситуацию что нас попросили напилить какой-то бэкэнд для того чтобы было счастье у нашего заказчика мы будем задавать вопросы то есть я точно задам вопрос относительно того а вообще это бэкэнд для чего потому что если это бэкэнд для какой-то маленькой пиццерии и там не ожидается большое количество запросов приходящих то это одни технологии если это какой-то high load сервис пускай даже для пиццерии да и там для личного кабинета еще чего-то то я буду задумываться о других технологиях причем даже не в рамках одного языка это могут быть даже разные фреймворки потому что на том же самом питоне у вас есть джанга у вас есть фастапе у вас есть какие-то там фласк и прочие прочие прелести ближнего боя если мы говорим про значит работу в команде то здесь надо понимать какая экспертиза у самой команды и может ли команда решить задачу теми ресурсами умственными которые есть у них сейчас разверну свою мысль давайте с вами представим что мы находимся в команде который привыкла писать на ну на том же самом питоне и если нам дают какую-то задачу которая требует ну очень высокой оптимизации по даже не оптимизация которая вот какой-то сервис который будет держать много запросов то мы конечно можем поупароваться и написать какой-то сервис допустим на го или уйти там в другие языки разработки но мы еще будем допустим ограничены по срокам и мы хотим понимать вообще нам имеет смысл я бы слышал что га довольно просто учится и быстро мы конечно можем посидеть там месяц получить попытаться этот бой попрактиковаться чтобы написать но бизнес ну то есть бизнес product овнер нам говорит что у нас нет этого месяца нам нужно сделать это за неделю вот сейчас все это занести уже выкатить релиз и мы понимаем что да у нас есть компетенции по питону может быть ногой эта задача была бы решена лучше но мы можем скомбинировать некоторые инструменты до взять питон и мы в этом очень хороши и просто отмасштабироваться там не два контейнера сделать не два докера сделать нашими сервисами а 10 пускай нам это не встанет и компании не встанет в какие-то большие деньги зато мы через неделю уже выкатим какой-то ноу-хау на рынок и будем зарабатывать деньги на наших первых клиентов и обращаю ваше внимание когда вам кто-то будет рассказывать по поводу того что вот этот язык более оптимален чем там питон там java ну подставьте любой язык который вам больше всего нравится вы должны всегда помнить о том что есть задача ради то есть ради чего мы решаем ту или иную задачу вряд ли кто-то ходит на работу чтобы просто элегантно писать на своем языке программирования ходят на работу для того чтобы решать задачи работодателя работодатель не заинтересован точнее он заинтересован в том чтобы задача решалась а не в том чтобы вы как-то красиво написали код бизнес бизнесу наплевать как вы это все дело напишите бизнесу самое главное чтобы фича выкатилась и начала привлекать юзеров к вашему продукту так вот если вы что-то придумали и допустим будете месяц пилить это на там c++ то вы рискуете попасть такую ситуацию когда ваш конкурент выпустит продукт на рынок а вы будете ходить и рассказывать через месяц о том какой хороший c++ пожалуйста подпишитесь на мое там не знаю приложение на вот этот вот сервис который я там спроектировал дайте мне пожалуйста денег ведь я написал его на плюсах он такой крутой он такой быстрый он там быстрее на пару наносекунд чем у конкурентов у конкурентов он вообще на питоне написан поэтому ребят здесь нужно еще и брать и вот этот момент расчет я думаю что идея вам понятно то есть вы и я тоже вместе с вместе с вами должен отталкиваться от условий и от задачи которую я решаю для того чтобы понять как какие инструменты мне нужно будет собрать и нету такого что какой-то язык разработки лучше остальных такого ну так такое случается только если язык какой-то или какая-то технология она умирает то есть устревает устревание это гуд это одно точнее это не то что гуд но это то что бывает в наших будничных днях будничных днях да хорошо сказал и бывают ситуации когда вы приходите на проект там есть какой-то legacy legacy это когда что-то очень старое и вы понимаете что хорошо бы это переписать но всегда спросить себя зачем если в этот сервис вам придется лазить раз в год допускай себе работает бенефиты от того что вы перепишите на более новую версию языка либо вообще на какой-то другой язык но они несравнимо малы по сравнению с тем сколько вы ресурсов затратите и об этом кстати должен думать не только но это не задача бизнеса кстати эта задача как раз тех лида думать а вообще имеет ли смысл ту или иную штуку переписывать я думаю с легоси каждый раз той или иной степени столкнется в жизни поэтому тоже будьте внимательны и не упарывайтесь за зря скажем так вот ребят поэтому что вот такое вот у меня мнение не забывайте про то что технологии надо новые все равно осваивать и бывают такие ситуации что вы подходите к одной и той же задачи решая ее пытаясь найти какую-то золотую или там серебряную пулю но этой пули может не быть и более того сейчас веб-приложения не стали настолько сложными что если раньше можно было допустим использовать одну базу данных там постгресс да и она полностью удовлетворяла все наши потребности то на high load приложениях не всегда достаточно только реляционные потому что она довольно медленно при некоторых задачах которые могут перед вами стоять и на собеседовании кстати задают часто этот вопрос там спроектируйте сервис но у бэк-эндов уже с опытом и если вы будете пытаться закопаться в одной из технологий это могут быть виллы никто не запрещает вам использовать на проекте сразу две базы данных реляционную и там новый скель например он монго и постгресс там в монго вы будете ходить просто там простые значения по ключу получать а в постгрессе вы будете заниматься тем что делать джойны какие-нибудь сложные там тяжелые агрегации сложными запросами и так далее и тому подобное вот в качестве поискового движка вы там будете использовать elasticsearch для того чтобы по тексту у вас там прям все летало ну и ластик тоже может заменить но и ски ну по сути та же самая но и скилл база вот поэтому резюме у меня такое нету каких-то лучших технологий есть технологии которыми не пользуются технологии старые но если технологии технологии существуют на рынке и у них есть большой комьюнити скорее всего да действительно они решают эффективно свои задачи и когда вы подходите к решению задачи вы должны правильно подобрать тот набор исходя из ситуации и не всегда это будут значит решения которые взаимосключающие то есть монго постгресс до питонгу на одних и тех же проектах могут быть компоненты которые написаны и на том языке на другом языке ну даже не в проектах а скажем так есть одна большая история есть микросервис которые ее обслуживают вот такие дела поэтому не дайте себя скажем так обмануть если вы увидите какого-то опытного разработчика который лечит вам за то что его язык самый лучший ребята я бы сказал что это дилетант это человек который ну возможно он решил кит очень странные задачи скриптовые может быть даже и без ограничения ресурсов но никогда не работал в энтерпрайзе будьте умнее что ж ребят спасибо что посмотрели спасибо спонсорам моему канала что поддерживаете меня ребята если вы хотите присоединиться к спонсорам ссылки на донаты будут под этим видео учите питон вы молодцы всем пока